Я вам вкратце рассказал, что такое режим дня. Если человек имеет это знание, эффективность его жизни возрастает несколько раз. Если же он не имеет этого знания, давайте разберем последствия. Если человек ложится поздно спать, постепенно он напрягается. Это как психическое, так и физическое напряжение, так и умственное. Эти три типа напряжения. Физическое напряжение приводит к болезням, психическое напряжение приводит к пьянству, а умственное напряжение приводит к курению. То есть человек поздно ложится спать, уже вот две вредные привычки уже за ним побежали. Теперь человек поздно встает, волевая функция сразу до свидания, то есть сила воли до свидания, здоровье до свидания, и удача, естественно, тоже до свидания, потому что человек становится никакой, то есть он никакой, если он поздно встает. Поэтому вот, пожалуйста, успех. То есть хотите жить хорошо, живите в ногу со временем, понимаете? В ногу с временем надо шагать, не спешить, не отставать, в ногу с временем шагать. Это успешная жизнь. Следующее, вы должны знать, что время, что такое время? Время — это сила, которая нас испытывает в этом мире. Это не просто то, что на часах идет, это сила, которая нас испытывает. Время в психическом теле, оно с каждым годом увеличивает количество испытаний, а в физическом теле оно увеличивает количество трудностей, то есть это называется процесс старения. И вы должны знать, что как в психическом, так и в физическом теле есть два способа влияния времени. Один способ называется циклическое время, а другой — стабильное. Так вот, запомните, все люди умирают не от старости, а от того, что наступает тяжелый период. Ну что такое тяжелый период? Тяжелый период — это когда или тело резко начинает болеть, то есть цикл такой пошел, или психика становится очень слабой, или подвержена различным стрессам, то есть на человека на пасти начинают наваливаться различные. Нужно понять, что есть силы, которые способствуют преодолению этих циклов, влияния этих циклов, то есть можно их нейтрализовать. Для этого нужно знать правила. Для того, чтобы в целом судьбу уменьшить влияние плохой судьбы, правило такое, оно для всех одно. Нужно понять, что судьба, когда выходит наружу, она действует через память. Если память человека сосредоточена на себе, на своих трудностях, на своих проблемах, то значит судьба владеет этим человеком и разрушает его жизнь. Если человек свою память сосредоточил на чем-то возвышенном и чистом, а только возвышенное и чистое, это сильнее памяти о себе или о своей судьбе, только Бог сильнее памяти о себе, тогда судьба теряет силу и начинает таять. То есть она перестает влиять на человека. Для того, чтобы сосредоточиться на Боге, для того, чтобы память реагирует только на страх и на любовь. Вот есть две эмоции, только на которые память реагирует. Больше ее ничем не привлечешь. Поэтому, ну страх это не вариант, понимаете? Ну то есть страх, ну сегодня боишься, завтра лучше стало, ты уже не боишься. Поэтому есть только один вариант, это любовь. Поэтому если вы видите, что кто-то молится, какой-то человек молится очень сильно с любовью, думая о Боге, ну как бы это чувствуется по песнопениям, по молитве, то можно настроиться и повторять молитву вместе с ним. Разум человека включается. Вот вы, допустим, слушаете молитву, судьба не побеждается. Хоть вы и помните о нем. Почему? Потому что судьбу побеждает разум. А если вы повторяете вместе с ним молитву, тогда начинается действие, влияние на вашу судьбу. Когда вы просто слушаете молитву, то у вас меняется настроение. Настроение находится, это поверхностная функция ума, это не глубокая. А судьба это самая глубокая функция ума. Для того, чтобы глубокая функция ума менялась, для этого нужно повторять, как они. Когда человек повторяет вместе с теми, кто повторяет, то он перед ним, и надо слушать, как они любят Бога. И когда вы слушаете, как те, кто повторяют, как они любят Бога, в это время это слушание ваше разрушает возможность судьбы мучить вас. Больше того, тяжелая судьба ослабевает от этого. И это ослабевание действует на трех кругах жизни. Первый круг жизни называется «моё внутреннее состояние, мой внутренний мир». Первое, что происходит, вот такое слушание, когда человек слушает тех, кто молится, и вместе с ними повторяет молитву или настрой какой-то хороший. То в это время, то есть важно, понимаете, отвлечься от себя в это время. То есть бескорыстный настрой включает победу над судьбой. Это и есть успех. Пока человек сосредоточен на себе, думает о себе, он не может быть успешным, потому что его чувство, собственно, достоинства разворачивается в сторону как бы деструктивного отношения с этим окружающим миром. Ну, понимаете, правильное отношение с этим миром – это обмен. Я, допустим, вам улыбаюсь, вы мне улыбаетесь, я наполняюсь. Если я от вас что-то хочу, вы напрягаетесь, и ни вы, ни наполняйтесь, ни я. Страх, беспокойство, суета – все это человек отгораживает от этого мира, и он не может наполняться. А если он не может наполняться, значит, он не может и побеждать. Главная проблема жизни в современном обществе – это обесточенность. Люди страдают от того, что у них не хватает сил. Поэтому нужно учиться этому знанию. То есть, смотрите, всегда человек, если он ничего с собой не делает, он нацеливается на страх, суету и беспокойство. Это значит, что он нацеливается на самоуничтожение. У человека есть три типа старения и психики, и организма. Но мы сейчас говорим с точки зрения здоровья. Не с точки зрения судьбы, а с точки зрения здоровья. Понимаете? То есть, эти три типа старения – это возбуждение трех энергий – души. Ну, то есть, другими словами, есть энергия счастья. Если человек аскезу не совершает для своего счастья, то энергия счастья как бы застаивается в организме и превращается в лень. А эта лень превращается в лишний вес, токсины. Это первая стадия старения. Лишний вес и токсины. Вторая – токсины означает равно, пишите, равно вирусной инфекции. Ну, то есть, если вы болеете вирусными инфекциями или у вас лишний вес, значит, это первая стадия старения, какой бы возраст у вас ни был, не имеет значения. Вторая стадия старения – это хронические инфекции и доброкачественные опухоли. Третья стадия старения – это злокачественные опухоли и тяжелые инфекции, такие как туберкулез, ВИЧ там и так далее. Что делать, чтобы победить этот вид старения? Понимаете, все виды старения побеждаются с помощью того, что человек настраивает свое чувство собственного достоинства правильно на пожелание всем счастья, то есть, он забывает про себя, выходит на свежий воздух или, может быть, это делает дома, но потом выходит обязательно на свежий воздух, потому что, вот, допустим, бегать, женщины некоторые бегать, допустим, на улице не могут, потому что там собаки и так далее. Но сейчас есть такие беговые дорожки, продаются, они плоские. Даже если у вас нет места вообще в доме, эта беговая дорожка, она за шкаф ее можно поставить. То есть, вы можете ее положить в нужное время дома, побегать, сколько вам надо, потом за шкаф ее поставить, потом выйти на балкон или на улицу и побыть там какое-то время для того, чтобы энергия природы вошла в вас. Понимаете? То есть, пробежка — это как конденсатор, который заставляет энергию природы войти в тело, то есть, притягивает туда. Это означает аскеза, направленная на здоровье. То есть, когда человек имеет лишний вес силит, על токсины, то две аскезы побеждают это полностью, но две вместе, не одна, не каждая, а две вместе. Первая аскеза — это длительное, радостное, непрерывное движение. Вы скажете, я на работе, много двигаешься. Понимаете? Непрерывное движение, радостное. Вы на работе не радуетесь, суетитесь. И непрерывное движение нужно, и длительное, и радостное. И вторая аскеза это пост на воде, тоже состояние радости и как бы самодостаточность. Две эти аскезы убирают лишний вес, токсины, и человек избавляется от этого вида старения, и также это касается злокачественных опухолей и доброкачественных опухолей. Вот эти два действия убирают старость из организма и эти виды заболеваний. Как это происходит? Я сегодня с утра в вашем парке, вас никого там не видел, пробежал 16 километров в радостном, спокойном состоянии. Теперь у меня к вам вопрос. А по мне заметно, что я уже больше 20 дней еду по разным городам, перелеты переношу, читаю лекции. Я чувствую уставшим, замученным. А что от меня идет? Здоровье, да? Спокойствие, сила. Так? Почему? Потому что я напитался вашей природой. Вашей казанской природой я написался, а вы не напитались своей природой. Это ваша проблема. Теперь слушайте меня внимательно. Когда человек радостью, спокойно начинает свое движение, не надо переусердствовать. То есть не надо бегать слишком много сразу. Потому что, когда вы бежите, то организм чем занимается? То есть вы во время бега получаете энергию от природы, и сразу же она начинает идти на лечение. И понимаете, и это значит, что когда вы перестали бегать, то эта энергия, она немножко застаивается, поэтому у вас тело начинает ныть или болеть чуть-чуть. Это означает, что оно капризничает, говорит, да, еще энергию для лечения. А вы же уже не бежите, поэтому немножко тело будет ныть после пробежа. Некоторые думают, что это значит, что становится хуже, значит, я болеть начинаю. Нет, это идет лечение. Даже если это суставы ноют или позвоночник там, или еще что-то. Понимаете, да? И знаете, что всегда человек должен начинать это движение очень аккуратно. Допустим, начинайте бегать 500 метров. Можно 500 метров бегать каждый день. Когда вы будете бегать 20 минут, то 20 минут пробежки дают человеку возможность всегда быть бодрым, иметь хорошую концентрацию внимания, хорошую память. То есть эти 21 минут пробежки идут на вашу работоспособность. Они не идут на здоровье. То есть, другими словами, если бегаете не больше 20 минут, здоровее от этого вы не будете. Вся эта энергия идет на работу, на вашу деятельность, на настроение, на все остальное. Понятно, да? Или ходьба в два раза больше. То есть 40 минут ходьбы на здоровье не идет. Идет просто на настроение, на бодрость и так далее. Теперь знайте, что у человека есть 4 психических цилиндра, связанных со здоровьем. Первый самый наружный, они очищаются последовательно друг за другом. Первый самый наружный психический цилиндр связан с кожей, слизистыми оболочками, то есть это слизистая желудка, кишечника. Связан с пищеварением, связан с лимфатической системой, иммунитетом. Волосы, ногти, все вот с этим совсем связано. Если вы бегаете до 40 минут или ходите в два раза больше, то у вас прочищается первый цилиндр. Это значит, все болезни пищеварения до свидания, кожные болезни до свидания со временем. То есть они сначала лечатся, будут лечиться какое-то время, а потом уже до свидания. Вот через такое, через легкое обострение будет лечение эти, потому что меняется же функция, организму требуются силы. Ну, допустим, вам потребуется где-то, может быть, полгода для того, чтобы начать бегать 40 минут. Не торопитесь, не переусыривайтесь. Когда человек бегает 40 минут, ему уже не надо бегать каждый день, это надо делать через день. И когда вы бегаете, не надо останавливаться, потому что если вы остановились, процесс очищения прекратился. То есть можете бегать медленнее, чем вы ходите. Во время бега человек должен чувствовать себя отлично. Он не должен задыхаться, он не должен чувствовать, что он себя мучает. Ну, то есть надо бежать радостно. Во время бега лучше всего слушать в наушниках счастливую музыку или лекции. Нужно, чтобы ваше чувство собственного достоинства всегда настраивалось на позитив. Это можно с помощью звука делать. И лучше всего бегать на природе или в спокойной обстановке, допустим, дома. Но всегда нужно проветривать помещение сильно в это время, чтобы много воздуха было. После бега, если вы бегаете дома, обязательно выйдите на улицу на какое-то время или на балкон, иначе эффективность будет противоположной. То есть вы пробежали, но организм не всосал эту энергию природы. Это значит, что он всосет что-то другое. Телевизор, компьютер, еще что-нибудь. И пойдет это все на разрушение здоровья. Лучше всего бегать на природе или ходить. Лучше всего. Но если нет возможности, в спортзале или дома тоже нормально. Но нужен потом свежий воздух и, пожалуй, позитивное настроение. Кросспорт сказал. Тошнит после десятой минуты, да? С самого начала, значит, нужно ходить. У вас просто очень запущена ситуация с сосудами мозга. Когда вы бежите, сильно снижается давление. Это означает, что вам надо начинать с ходьбы, потом ускоряться и постепенно переходить к бегу. Если болеть что-то, тошнить начинает, значит, вам надо уменьшать нагрузку, скорость уменьшать. Нет, это не способ лечиться. Потому что, когда человек крутит педали, он может крутить, может не крутить. Он в полу-три погибели сидит. А плавание? Плавание – это да. Но во время плавания очень сильно, как бы, быстро человек остывает от воды. И поэтому долго плавать не сможет, потому что там резко идет воздействие стихии. То есть это плавание само по себе – это способ продлевать жизнь. Но длительное плавание, ну, допустим, для того, чтобы полностью очистить организм, нужно бежать час сорок, час пятьдесят. Или идти, ну, в два раза больше, соответственно. Вот. В воде столько не проплаваешь. Там просто переохлаждение произойдет. Все, никаких вопросов. Положением ходить надо. В это время очищать организм нельзя, потому что идет рост ребенка. Итак, если вы пробежали 20 минут, примерно в это время у вас появится второе дыхание. Это значит, что вам станет легко дышать, как будто вы не бежали. Это значит, что организм готов к очищению. Когда вы пробежали примерно 40 минут, второй раз появится легкость тела, спокойствие и второе дыхание. Это значит, что первый психический цилиндр прочищен. Потом дальше вы бежите от 40 минут до часа. Это значит, что у вас прочищается второй психический цилиндр, который связан со всеми сосудами, связан со всеми мышцами в организме, со всеми суставами и костями. Это значит, что если вы бегаете от 40 минут до часа, то атеросклероз до свидания, подкожный жир также до свидания, гипертония до свидания, полиартрит до свидания, все болезни костей до свидания. И это будет пролечиваться примерно полгода. То есть каждый раз после пробежки от 40 минут до часа у вас какой-то суставчик будет ныть. Это не значит, что он разрушается, это значит, что он лечится. Понимаете, когда вы 40 минут до часа бегаете, то надо это делать уже через 3-4 дня. Нельзя каждый день это делать. Это уже опасно будет для здоровья, потому что организм не успевает пролечиваться. То есть вот этой пробежки от 40 минут до часа, если вы регулярно бегаете, то вы можете начать делать уже через год бега, допустим, если вы в возрасте. Значит, дальше в час, примерно час бега у вас появится второе дыхание, легкое дыхание, ну как бы второе дыхание и легкость. Это значит, что второй психический цилиндр прочистился и сразу начнет прочитаться третий после этого. На третьем психическом цилиндре, который связан со всеми внутренними органами, это щитовидная железа, это печень, почки, сердце, вот, будет все это лечиться. Ну то есть от часа до часа 20 лечатся все ваши хронические заболевания внутренних органов. И через полгода, примерно таких пробежек, ваш организм, печень, почки, поджелудочные железа, не больные, все, до свидания, болезни. Дальше поехали. Через час 20 бега у вас появляется второе дыхание, это значит, третий психический цилиндр готов, лечится, пролечился. И дальше идет четвертый, который связан с нервной системой, с психическими заболеваниями, шизофрения, до свидания, если человек бегает от часа 20 до часа 40. До свидания все невриты там, полиневриты там, рассеянный склероз, до свидания, болезни тяжелой нервной системы, паркинсонизм, до свидания. Понимаете, да? Но знайте, что один бег нельзя делать, нужно сочетать это с другими видами омоложения. А это именно омоложение организма, то, что я вам рассказываю. И во время этих пробежек у вас будут также улучшаться и способы жить. Понимаете, первый психический цилиндр связан с эмоциями человека и с его гневливостью, обидчивостью и срывами. То есть, если человек бегает до 40 минут до свидания срывы, то есть человек не будет уже срываться. Дальше, от 40 минут до часа, когда человек бегает, то это связано с настроением человека. Настроения плохого не будет, депрессника уже не будет. Ну, то есть, от часа до часу 20, когда человек бегает, это связано уже, ну, как бы, с глубокими психическими функциями. Человек не будет чувствовать психическую усталость такой в жизни. А от часа 20 до часа 40, если человек бегает, то он неадекватность и психические срывы, вот эти глубокие такие погружения какие-то тяжелые психические, они полностью пройдут из организма. Все пролечится. Точно так же действует пост. У поста тоже есть периоды. Самый максимальный пост – это 2,5 суток на воде. Он прочищает все психические цилиндры. Самый минимальный пост – это с вечера вы покушали легкую пищу, фрукты или там овощи тушеные. И до обеда. Это примерно 16 часов. Вот вы в обед кушаете нормально, как обычно. Вот. И это значит, что у вас, ну, как бы, организм включается на очищение. То есть, понимаете, очень важно знать, что если вы только бегаете, но не паститесь, то в этом случае в организме накапливаются ненужные вещества, и это может навредить. То есть, если вы бегаете, надо обязательно поститься. Пост до обеда можно хоть каждый день делать. Ну, то есть, как правильно поститься? То есть, первый вариант поста – я вам рассказываю варианты правильные для здоровья. Первый вариант поста – с вечера до обеда. Следующий вариант уже – с вечера до утра. Потому что вечером нельзя выходить из поста. Ну, то есть, выходить из поста означает кушать. Вечером очень тяжело выходить из поста. Вечернее питание – это вредное для здоровья питание. Поэтому вы выходите из поста утром, и это будет уже полтора суток поста. Если вы хотите знать мое мнение по этому поводу, то мое мнение такое. В этот мусульманский пост можно есть только вечером тушеные овощи, гречку, салаты, всевозможные фрукты. Но нельзя есть ни зерно, ни мясное, ничего такого. Это все разрушит вашу жизнь. Ну, то есть, вечернее питание после длительного вот этого поста дневного – только легкая пища. Иначе смерть. Все это будет потом оседать в организме непереваренными токсинами. И вы будете болеть от этого потом. Значит, ну поймите, что вот этот пост мусульманский предназначен не для очищения здоровья, а для духовной силы. Понимаете, есть разные посты. Вот, допустим, пост для духовной силы подразумевает возможность питаться ночью. Но, понимаете, есть ночная пища – это молоко, вот чистое молоко или сливки. И его можно есть, пить ночью, но ни с чем смешивать нельзя. Ночная пища – это любые овощи, которые растут над землей. Это все капусты, кабачки, тыква, патиссоны, тушеные. Можно ночью есть, они перевариваются. Орехи также являются ночной пищей, но ни зерно, ни мясо, ни фрукты ночной пищей не являются. Они все разрушают здоровье. Вечером можно еще фрукты есть, но не ночью. Ночью они перевозбуждают, и вы спать не сможете. Итак, можно поститься с вечера и до утра следующего дня. Потом дальше следующий выход из поста в обед следующего дня. А следующий после этого выход – это уже до утра второго дня. То есть получается два с половиной суток или максимальный пост, который очищает все каналы. И вы должны, допустим, вы, ну вот женщина часто, тело ленивое, оно не может бегать, допустим, ну час сорок или шестнадцать километров. Тогда вы выбираете, допустим, бег, допустим, сорок минут, хотя бы один психический цилиндр прочищаете. Но при этом поститесь по максимуму. Ну то есть, понимаете, максимальный пост или максимальный бег продлевает жизнь на двадцать лет. Ну то есть, вот активное долголетие у меня, допустим, шестьдесят четыре года. Когда я пробегаю шестнадцать километров, оно увеличивается до восьмидесяти шести лет на двадцать два года. Я могу это видеть по своему организму. Я вижу, как у меня там препятствия, какие сложные периоды. Я все это вижу. Как у меня проходило очищение? Четыре года назад я начал бегать по пятьсот метров. Я не знал сначала, что это надо делать. Я йогой занимался всю жизнь и постился. Но потом я чувствую, что я задыхаюсь уже, как чуть-чуть нагрузкой. Хотя я думаю, все, вроде правильно живу. И я понял, что мне не хватает этого вида аскезы. Сначала начал бегать по пятьсот метров. И бегал медленнее, чем я хожу. Постепенно я начал бегать все больше и больше. И через год я уже бегал где-то по семь-восемь километров. Через два с половиной года я бегал уже шестнадцать километров. Но когда я начал бегать от сорока минут до часу, то у меня заболело правое колено. И только в этом промежутке бега я начал худеть. То есть от сорока минут до часа уже начинает жир плавиться. Ну то есть я похудел на семь килограмм и больше не худел вообще. Перестал худеть. Потому что лишнего веса уже нет. То есть нормальный значит уже для организма. Вот. И у меня болело колено пять месяцев после бега. Ныло. Мои друзья говорили мне, что наверное скоро оно у тебя сотрется. Так, как пишут в интернет. Что бегать нельзя. Надо ходить с палками. Вот. Я как бы не обращал на это внимание. Через пять месяцев у меня прошло правое колено. Полностью прошло, понимаете. Ну наверное стерлось. Вот. И заболели оба тазобедренных суставов. Они проболели у меня где-то три или четыре месяца. Потом заболел левое колено. Потом оба голеностопа. Я уже перестал на это обращать внимание. Потом весь позвоночник проболел. Потом мозги. Потом проболели глаза. Потом сердце. И все подряд проболело короче. И сейчас я бегаю как конь. мне пятьдесят четыре года. Ничего не болит вообще. И мои друзья мне говорят, что ты молодейший молодейший. И морщины уходят. Представляете, лицо стало меньше морщин. Оно вот такое. Кто ходил четыре года назад, вы видели, что лицо было потолще. Оно как бы стало таким, как у меня было 40 лет. У меня такое лицо примерно было по форме. Понимаете? То есть интересно знать, как это все происходит. Итак, следующий вид старения – это жар в теле. Жар в теле означает эмоциональное напряжение, нервные срывы. Означает гневливость. Означает нарушенный сон. Означает нарушенное пищеварение. Буль-буль, пук-пук в животе. Это лишний жар в пищеварительных органах. Дальше. Жар в теле означает всевоспалительный процесс. То есть первая стадия – это просто жар и эмоции. Вторая стадия – воспаление. Это значит, что уже старение продвинулось на один шаг. И третья стадия – это язвы всевозможные, сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулез. Все эти болезни из лишнего жара в теле. А также красная волчанка, тяжелые коллагенозы, такие заболевания, которые разрушают весь организм. Это третья стадия, уже терминальная стадия жара в теле, которая приводит к смерти. Как убирать жар в теле? Жар в теле убирается двумя аскезами. Первая аскеза – это статические упражнения. Вторая аскеза – пост на воде. Статические упражнения делаются так. Можно просто стоять, не двигаясь, и молиться. Когда вы стоите 20 минут, начинается очищение организма и так далее. Час-40 стоите, значит, все психические цилиндры очищаются. Если вы стоите, часть 40, то хотя бы 40 минут бегайте, иначе, когда только статика в организме, статическое лечение, а нет динамического, то создается сильный дисбаланс в организме. Также, как и есть только динамическое движение, а статического нет, тоже дисбаланс создается. Третий тип старения – это напряжение в организме. Напряжение, а также суета, нарушение внимания, концентрация внимания. Ну, то есть, когда человек чувствует, что он не может расслабиться, это приводит к курению также. Жар в теле, кстати, приводит к выпиванию. Жар в теле заставляет людей пить, а напряжение заставляет курить. Первая стадия напряжения, вторая – спазмы и боли в организме, в том числе головные боли, в том числе запоры, в том числе вены вылазят. Это все напряжение. Третья стадия – деформации суставов, позвоночника, внутренних органов, всякие спайки там, перекрытия там всякие и так далее. Это все напряжение. Лечится длительным движением непрерывным и постом. Другими словами, если у вас головные боли – это сосуды. Это значит, вы бегаете от 40 минут до часа. Головные боли – до свидания. Если у вас болят суставы – от 40 минут до часа. Суставы – до свидания. Если у вас болит позвоночник, это глубже находится, как внутренние органы. От часа до часа 20. Остеохондроз, там радикулит. До свидания. Геморрой лечится от 40 минут до часа. Грыжа позвоночника. Надо делать статические упражнения. То есть надо сесть прямо. То есть есть второй способ делать статические упражнения. Сейчас расскажу. Садитесь, ноги вытягивайте вверх, вперед. И наклоняетесь вперед. Очень медленно. Вот если вы будете в наклоне научитесь находиться 40 минут, и потом встаете на колени и назад еще прогибочку делаете такую минут на 5, то ваша грыжа и плюс пробежки начнет делать через полгода. Грыжа – до свидания. Вот. То есть вот эти два статических упражнения. То есть вы смотрите, делайте, садитесь на пол, ноги вытягивайте и наклоняйтесь вперед. Вот наклоняйтесь, сколько можете. Допустим, можете 10 минут? Хорошо. Можете 20, еще лучше. 40 минут – это максимум. Потом встаете, делаете наклоны. И потом встаете на колени и назад вот так вот наклоняйтесь. Можете мостик делать, можете просто лечь назад. И так лежите. Потом опять после этого ноги вот так вытаскиваете. То есть сначала лежите, потом встаете и опять наклоны, заканчиваете наклоны. Все вот это вот статическая гимнастика такая. И в это время можно повторять молитву очень эффективно. Тромбы? Пост на воде, начинайте с поста. А потом очень аккуратно двигаться начинайте. Не резко, быстро, аккуратно. И постепенно тромбы рассосутся все. Ладно, мои хорошие, я не буду на все ваши вопросы отвечать, потому что у нас много очень с вами тем. Итак, я вам рассказал три типа старения и три типа аскез, которые продлевают жизнь. Человек, который этого не делает в своей жизни, рассчитывать на успешную жизнь не может. Потому что главная проблема человеческого существования – это усталость, напряжение, которое копится у человека в жизни. И оно это разрушает все, начиная от работоспособности, заканчивая семьей. Понимаете, часто люди расходятся не из-за того, что у них нет возможности любить друг друга, а из-за того, что они просто устали от жизни. И они думают, что они устали от близкого человека. А на самом деле просто им не хватает энергии природы. Я могу простой пример привести. Допустим, если вы съездили на весь день на природу, погуляли там, поигрались, побегали, приезжаете домой, вы же видите, какое у вас хорошее настроение, хорошее отношение, вы чувствуете себя лучше и беседуете, общаетесь лучше. Вот я об этом сейчас говорю. Люди недооценивают это, понимаете, важность этих вещей. Недооценивают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова